Форум ученые против мифов 9 продолжается и сейчас пришло время для шокирующих сенсаций. Алексей, прошу вас. Алексей Бондарев, палеонтолог, член Омского регионального отделения Русского географического общества, член Всероссийского палеонтологического общества. Алексей, ты у нас выступал на форуме «Ученые против мифов 2» и тогда показал всем череп инопланетянина. Это имело сильный эффект. Кому-то в зале стало плохо, но ты не остановился, достигнул там и сегодня продолжишь нас шокировать. Детям можно смотреть? Нет, Александр, это очень жесткий материал, где-то 50 плюс, только для самых стойких. Просим детей убрать от экранов. Прошу вас. Сегодняшним докладом я попытаюсь сорвать покров тайны с самых страшных страниц, самых странных страниц истории человечества. Издревле известно, что человек и пингвины весьма похожи. Еще античными мудрецами это было отмечено. Так Платон сказал, что человек это двуногое животное из перьев. Диоген был обрадован этим, эта гипотеза и в ее подтверждение принес Платону ощипанного пингвина и показал. Вот твой человек, Платон, и с тех пор завертелось. С тех пор гипотеза о происхождении человека от неких гигантских западноевропейских пингвинит стала доминирующей среди независимых исследователей. Но у нее есть и слабые стороны. Так широко известно, что среди пингвинит есть как гигантские, так и карликовые формы совершенно разного размера. К тому же Западная Европа это слишком бездуховная территория для происхождения человечества. К тому же слишком теплая для того, чтобы там жили пингвины. Другое дело, полярные регионы Земли. А из ветвь мы знаем, что на Северном полюсе существовал город Асгард-Доарийский. Вот, видимо, там и процветали разумные пингвины длительное время. Но ничто не бывает вечным. У процветающего Асгарда нашлись завистники. Разумеется, мы понимаем, что это была планета Нибиру и рептилоиды. Эта мизансцена показывает задержание бдительными гражданами Асгарда-Доарийского, провокатора рептилоида. Но, к сожалению, победа осталась за рептилоидами. Жители Асгарда-Доарийского вынуждены были покинуть свою родину и пойти на юг, где ими были основаны другие города, в том числе Асгард-Ирийский, ныне известный как Омск. Фольклория мечей. Сохранились следы этого исхода в виде легенд о омской птице. Это вертикально стоящая разумная птица с котомочкой за спиной. Кота-котомочка говорит о том, что это пришельцы с дальних краев. Асгард-Ирийский тоже процветал какое-то время, но и он пал под ударами Нибиру. Это случилось 200 лет назад, когда была всем известная ядерная война. Как же мы могли найти обитателя этого города? Ключом к этому стал хохолок омской птицы, весьма напоминающий букву W. Но мы же в России живем, значит, это перевернутая буква M. А M, значит, метрополитен. А в Омске есть метрополитен, а целая станция. Строительство прочих станций было прекращено по неизвестной якобы причине, но мы-то понимаем, что это просто сокрытие следов Асгарда-Ирийского. Независимыми исследователями было осуществлено проникновение в метрополитен, в залитые зеленым светом мистическим глубины, где найдены были вот такие кристаллы. А среди кристаллов в расщелине была найдена мумия. Это существо явно имеет все признаки разумного пингвиноида. Это вертикально поставленное, жирненькое, неуклюжее тело, рыбоядный клюв, серьезный взгляд, но есть и некоторые черты специализации. Это защитный костный гребень по спине, явно защита от рептилоидов. Это однопалые стопы и кисти, длинные руки-крюки. Эти руки-крюки похожи на руки обезьяны-геббона, которые, конечно, не имеют никакого отношения к этой истории, но это древолазащие животные, по всей видимости, также лазал и на это существо. Поэтому оно было названо «Дриопингвинус нанос», то есть карликовый древесный пингвин. «Дриопингвинус наносит». Может, презентацию? Так, верните презентацию. Это еще его фотографии. Фотографии. Был сделан рентген в двух проекциях. Рентген показал как особенности строения дриопингвина, так и вероятную причину его смерти. Сломанный позвоночник. Вероятно, существо прятало тело жирное в утесах, сорвалось вниз, разбилось и было естественным образом мумифицировано. Как же выглядел в действительности дриопингвин? Может быть, примерно так. А может быть, и на этом месте надо снизить градус юмора, он выглядел вот так. Разумеется, в действительности это мумия, это химерное образование, собрано из скелетов кролика и чайки. Возникает резонный вопрос. Зачем мне понадобилось такой дурью заниматься? Все дело началось очень далеко, на другом континенте, в Южной Америке, в Перу, где были найдены, якобы найдены, представлены общественности так называемые мумии пришельцев. Многие скажут, да вообще как можно в это поверить? Зачем заниматься, сравнивать какие-то манипуляции производить? Это же ерунда. Нет, извините. Если в гугле поискать Перу Вен Альенс, получается миллион результатов выдачи Альян Муми, 18 миллионов, а вот Хом Аналиди, настоящий наш скопаемый родственник, это всего лишь 800 тысяч результатов, а вот Австралопитекус Сегиба 160 тысяч. То есть люди предпочитают верить в сказки, и мы надеемся ударить хайпа по хайпу и, может быть, выбить некоторую основу из-под этих мистификаций. Успеху мистификации с перуанскими мумиями послужило то обстоятельство, что их якобы исследовали. То есть были проведены генетические исследования, датировка которых мы не будем касаться и радиологическое исследование, то есть неразрушающее исследование внутреннего строения. Мне гораздо привычнее обращаться с костями, которые лишены плоти, а совершенно не с рентгеновскими снимками, но, тем не менее, попытались что-то сделать. Для этого и была сделана мумия дрёпингвина, и сделан её рентген. Мумия кости чайки, кости кролика — это современное животное. Ещё в прошлом году чайка летала и умерла своей смертью, может быть, от пищевого гриппа. Кролик тоже бегал, мяукал. Из них были сделаны анатомические группы костей, отличающиеся серьёзно от того, что есть в их реальных скелетах. Из этих групп был склеен скелет, вот такой. скелет был облачён вплоть из папье-маше, и дальше вы видите результат. Я бы не стал останавливаться на каких-то сравнительно анатомических деталях, которые долго перетранслировать. Здесь много аспектов, на которые можно сказать, вы просто вот так думаете, кто-то по-другому. Мы остановимся на другом аспекте, на биомеханике. Дело в том, что скелет позвоночных, тропот в частности, имеет ряд типов сочленений костей, суставов подвижных. Вы видите здесь основные типы. Они обеспечивают подвижность и просто структурную оформленность тела животного. Вот эти простые геометрические образования есть в нашем теле, в теле кролика и чайки, пингвина, но их почему-то нет в телах инопланетя. Детали суставов зависят от образа жизни существа, и по ним можно устанавливать принадлежность костей к тому или иному виду. Проиллюстрирую сказанное о суставах кистью человека. Здесь два ряда костей запястья, ряд костей пястья и ряды фаланг. Кроме большого пальца по три штуки. Видно, что кости друг к другу хорошо подогнаны, выпуклые. К вогнутому, плоская к плоскому. Поэтому зазоров, в принципе, очень немного. То же самое на рентгене. Здесь зазоров больше, потому что, разумеется, должны быть хрящевые прокладки, синавиальная жидкость, кое-где связочный аппарат. У ребенка ситуация не так четко видна, но тем не менее. У мумии, это рентген настоящей мумии, видно, что все суставы на месте. И у мумии ребенка суставы на месте. А вот у инопланетян нет. Это кисть так называемого инопланетянина, рентген. И сравнение с кистью человека. Если мы видим, насколько элегантно все тут сложено, все подогнано, то у инопланетянина углы к плоскостям, некоторые окончания костей ни с чем вообще не стыкуются, такая кисть вообще не может функционировать. Но это не самый такой яркий случай. Сейчас будет еще одна. Если говорить об уродствах, отклонения в развитии серьезные здесь, все равно некоторые здесь сохраняются, вот эти соотношения в основном. Даже те кости, которые страшно изменили свою форму в результате отклонения развития, они все-таки имеют какие-то суставные поверхности внятные. Это еще одна кисть пришельца. Здесь вообще практически не наблюдается никаких суставов и суставоподобных поверхностей. Здесь просто каша из обрубков. Что-то можно было бы списать на переломы. Например, то, как сломана кость второго ряда. Это, видимо, чья-то локтевая, ниже целая локтевая. Но внизу вообще почти нет. Указочкой лазер не пользуется? Ну, здесь вообще дебет с кредитом не сходится никак. То есть это никак не объяснить переломами. Здесь не стыкуется, здесь тоже не стыкуется. Эти концы костей вообще ни во что не упираются. Здесь нет суставов, эта кисть не может функционировать вообще ни у какого живого организма. И переломами это не объяснить. При сохранении мягкой ткани в такую кашу кости не превращаются. Хотя, в принципе, нужно говорить об этом с травматологом. Еще один пример. Это мумия Мария. У нее трехпалые ноги. Это ее основная отличительная черта. С ногами человека все понятно. Здесь сохраняются все эти закономерности. Тоже на рентгене. Запомните, пожалуйста, левую часть на минутку. Запомнили? А это ноги Марии. Мы видим, что верхняя половина снимка очень похожа на то, что мы сейчас видели слева на предыдущем снимке. А снизу начинается бардак. Снизу лежат обрубленные кости, которые не имеют никаких суставных сочленений с вышележащими рядами костей. То есть это искусственно пристыкованные кости, которые не могут никак держать вес тела существа размером с человека, да и вообще никакого. А вот у древа пингвина хорошие ножки. Видите, он стоит. У него нет плоскостопия, у него арочный освод. По одному пальцу там три, а здесь один. Еще лучше. Хотя это вообще кости, которые не должны так употребляться, в принципе. А это жозефина. Она в одной весовой категории с древе пингвином. У нее тоже есть рентген. Центр композиции. Здесь такие же позорные кисти, мы на них не будем останавливаться. Мы остановимся на тазе и на локтях. Это таз человека. Видите, тазобедренные суставы, мощные. Которые обеспечивают и подвижность, и устойчивость. Но если они не справляются, как у пожилого человека, может быть перелом шейки бедра, все, индивид обездвижен надолго. Это очень печально. Но жозефина была бы обездвижена, видимо, была бы обездвижена всю жизнь, если бы она когда-то жила. Здесь слабо выгнуты оладушки какие-то, в которые упираются непонятные гребни. Естественно, ни подвижности, ни устойчивости это обеспечить не может. Ну а дреб-пингвин, у него, в принципе, нормальный таз, кроличий. Правда, у него вместо крестца шея кролика. Но он исправляется. Это локти. Тоже видно обрубки, никакого нормального сочленения, какая-то каша из непонятно чего. Это не может сгибаться. Это локоть человека. Сгибается, вращается, все нормально. Это у нас. Ну, здесь дреб-пингвин, здесь не очень хорошо понятно, но это реальный локоть в чайке, правда. И в конце нужно остановиться, наверное, на черепах. Мы возвращаемся к Марии. Некоторые интерпретаторы говорят, что у Марии очень своеобразный череп, построенный из одной целой кости, тогда как у человека много костей, которые срастаются, между ними сохраняются швы. Ну, окей, хорошо, ищем череп человека в гугле. Один из первых результатов выдачи. Вот, пожалуйста, здесь виден только один шов затылочный. Но дело в том, что у Марии эта зона засвечена. Вот и все, вся специфика испаряется сразу. Ну, Мария, это ладно, это, по сей день, деформированный череп, грабленный из какого-то могильника, инков. Конечно, отдельной позорной страницей этой истории, то, что, по всей видимости, материалы для фальшивых мумий были получены из мумий настоящих. Это абсолютно аморально и противоречит, ну, каким-то и нормам науки. Ну, теперь снова к жозофине. Жозофина слева, справа, мумия бабуина египетская. Вот, и можно заметить, что целиком весь череп жозофины, если его взять как целое, подозрительно напоминает мозговую часть черепа обезьяны. То есть кто-то взял, отломал у обезьяны морду черепа, обмазал, может быть, папье-маше, там, не знаю, чем, глиной, гипсом, и нарисовал на ней мордочку инопланетянина, и посадил на вот этот скелет, который, в принципе, не мог бы работать, ну, и голова тоже такая не работала. Так что, дорогие друзья, если вам не нравится семиальная теория происхождения человека, выдвинутая еще Дарвином, то давайте уж тогда все-таки лучше происходить от пингвинов, а не от липовых инопланетян, но, во всяком случае, у пингвиноидов скелет более функциональный. Спасибо за внимание. И еще список литературы, все можно найти на сайте Либген, специально там искал. Здесь сравнительная анатомия, ветеринарная анатомия, человеческая анатомия, рентгенология. Все можно, все данные проверять. Ничего не скрывается учеными. Пингвиноид прекрасен. Нет слов. Наш делегат прислал к вам, ну, видимо, к пингвиноиду вопрос. На работе один коллега постоянно рассказывает о существовании под Омском древнего величайшего города Асгарда и проживавших в нем великих русских, некогда правящих всем миром и даже другими планетами, например, Марсом. Откуда взялось такое заблуждение? Или, может, это не заблуждение? Благодарю делегата. Этот вопрос прям как бальзам на душу. Можно снова к презентации? У меня там будут еще слайды. Так вот, представление об Асгарде и Рийском это, в общем-то, продукция создания вот этого человека, почти целиком и полностью, его зовут Александр Хиневич. Это омский, ну, если не политкорректно, неоязычник, если политкорректно, родновер, который создал свою секту и, в общем, придумал для нее очень патриотичное, скажем так, так вот, вот тут был пуп земли, вот тут у нас. Ну, все, конечно, обрадовались. Я нашел отличный комментарий насчет фактологии, подпирающей все это, от омского археолога Бориса Мельникова. Быстренько прочитаем выжимки. В общем, Александр Хиневич утверждает, что 100 тысяч лет назад это был город, он его доказывает существованием некоторых золотых скрижалей, которые никому не показывается. Я с ним несколько раз пересекался, говорит Мельников, задавал вопрос, почему никаких следов нет? Он мне заявил, что якобы там здания были из какого-то камня, который впитывает энергию человека. И в 15-16 веке кочевники разрушили город. Камень перестал получать подпитку и рассыпался в прах. Как-то он даже умудрился в качестве аргументов приводить раскопки омской стоянки. Он стал рассказывать, что там были обнаружены сверкающие мечи, которые скрывает КГБ, ФСБ. Но тут нужно заметить, что у Хиневича действительно есть проблемы с органами. Дело в том, что концепция у него откровенно расистская. Например, в начале 2000-х один из последователей мне говорил, что кости некоторых национальностей сложены кремнием, и поэтому они превращаются в ничто после погребения. Ну вот как бы на таком уровне расизм. То есть это очень далеко зашедшее явление. Вот. И что интересно, нашел в сети такую схему примерного расположения Асгарда Ирийского на слиянии Иртыша и Аймии. Ну это самый центр города. Ну что интересно, вот Асгарда Ирийский, который испарился. Но дело в том, что там же примерно находятся очень разновозрастные археологические памятники. На этом самом месте. Вот параллельно в одном пространстве существовал якобы Ирийский и, например, могильник бронзового века. То есть вот они как-то, не знаю, улицы пересекались там у этих жителей в скоростной цивилизации инопланетной практически какой-то и вот у охотников, там скотоводов, кем они были, точно не скажу. Вот. Но есть у нас и интересные места. Вот почему бальзам на душу хоть пора рекламировать, чтобы не одним метро был город известен. Например, Омская стоянка, которая упоминалась выше Мельникова. Это целая большая зона обитания людей от Мезолита до Средневековья. То есть они там постоянно жили, приходили напротив устья Ами. Вот тут вот. Естественно, в отличие от Асгарда Ирийского, вот она-то и оставила хороший культурный слой, где археологи шуруф не кинут, везде что-то есть. И кроме того, это еще и вылазит на берега Иртыша, размывается, и краеведы так же это собирают. Например, человек, который мне предоставил скелет чайки для Дерепингвина, десятилетиями, Александр Дорогов, десятилетиями собирает артефакты по пляжам. И вот, знаете, ни телуровых гвоздей, ни мифриловых доспехов почему-то не находится. Ну все, вот камень, керамика, ну как-то все очень вписывается, в принципе, вписывается в официальные догмы. Но есть и очень интересные находки. Вот костяные доспехи, раскопанные командой археолога Максима Грачева несколько лет назад. Это бронзовый век. Публиковано все, насколько знаю. Есть у нас и антропологические странности. Это находка археолога Игоря Скандакова не в самом городе, но в нескольких сотнях километрах в Омской области. Здесь тоже были люди с деформированными черепами. Это ритуальная деформация. Вероятно, это была колдунья, шаманка. Это считается, что это дама. Ну и про древность заселения. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Это находка омского краеведа Николая Перестова, который я тоже приложил руку к исследованию. Это устешинский человек, участник гонки за званием древнейшего сапиенса. Тут еще продолжается тоже маленько поле чудес на форуме. Пользуясь случаем, хочу подарить рентген этой кости, первый рентген. Устешимского человека. Не очень удачный. Спасибо. Но он будет в коллекции портала. И вот еще маленько теплых ламповых костей. Это позвонок мамонта. Оттуда же из Устешима. Вот. То есть омская земля скрывает много удивительных вещей, но чего-чего там нет, но это Насгарда Ирийского и пингвинов. Спасибо. Так, друзья, у нас еще есть время для пары вопросов. Давайте попробуем. Я вот вижу руку, вот, вот, рука. Да. Да. Пожалуйста, представляйтесь. Александр, скажите, пожалуйста, насколько реально изготовить что-то, ну, более похожее на правду, действительно, вот, из костей, там, кролика и этой самой, чтобы вот, как вы сейчас распознали подделку в своей прекрасной мумии, чтобы этими способами хотя бы нельзя было обнаружить подделки. Спасибо. Как бы ты не совсем понял, не совсем понял формулировку вопроса. То есть можно ли сделать мумию, которую нельзя так раскрыть? Ну, наверное, да. То есть если очень постараться, то можно. И будем ждать тогда перуанских мастеров новых подделок, если они откроют, наконец, школьный учебник анатомии, а потом, не дай бог, у вузовских учебник анатомии хотя бы человека, я уже животных-то не прошу, ну, тогда, может быть, что-то будет более приличное. Сейчас это очень похабно выглядит. Извините. Так, пожалуйста, вот руку вижу девушки. Вставайте. Да. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хотела спросить, вот сейчас проводят эксперименты, там, бедные муки дрозофилов, у которых ластут лапы из глаз и всякая такая. И если, например, в дальнейшем это безудержное веселье продолжится, и люди начнут так экспериментировать над животными и получать какие-то странные существа, то археологи будущего, палеонтологи, которые их обнаружат, они могут тоже подумать, что это какие-то инопланетяне, которые прилетели сюда. Спасибо. Ну, я могу в любом случае сказать, что они там увидят настоящие суставы, которые будут сгибаться, в принципе, которые... Поставишь кости, они будут, ну, как-то друг к другу соотноситься. Вот. А если они найдут, не дай бог, вот эти поделки перуанские, ну, они скажут, ну, извините, дурят нашего брата. Древние шутниками были. Так, и последний вопрос. Так, да. Здравствуйте, Григорий. Как известно, ящерики и прочие инопланетяне, они же довольно могущественные существа, потому что они могут нас контролировать, нами управляют, и... Да. И они не хотят, чтобы их обнаружили, потому что, ну, они же скрываются от нас. Каким образом всякие уфологи, конспирологи и прочие журналисты получают иммунитет от такого воздействия? Ну, не знаю. Я же нахожусь под контролем рептилоидов. Откуда мне знать? Так, спасибо. Вам предстоит теперь выбрать лучший вопрос. Я надеюсь, мне передадут бумажку, но я примерно помню, что были вопросы, как сделать мумию, которую не отличат, так сказать, от настоящей. Вот первый, да. Вот этот вопрос, да? Да, потому что сразу мозг начинает думать, а как же все-таки обдурить-то себя? Ну что ж, автор вопроса получает книгу «Скелеты в шкафу». Сейчас, я думаю, на экране должен появиться скетч нашей художницы Юлии Родиной по мотивам выступления. Вы, Алексей, получаете от нас настоящего пингвина-питека и кекс от Гигбеккери. Прошу. Спасибо большое. А мы сейчас от героя вымышленного перейдем к герою реальному, но вокруг которого тоже много всего успели сочинить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова